И всем привет ребят, с вами Starbuck, и с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен новому замечательному ивенту и его прохождению. Сегодня я поделюсь информацией о том, за сколько можно пройти полностью ивент и за сколько его прошли за один день, то есть за первый день. Уже был человек, который просто вложился в этот ивент и его моментально быстро прошел. Ну, обсудим, насколько это целесообразно и стоит ли вообще такими вещами заниматься. Ну, а если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиарка сталов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у вас трокеры в аккаунте, если у вас есть личный такт, такт, темп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо нового ивента, то есть человек, который потратил в этот ивент 13 тысяч танкоинов и прошел его буквально за минуту. Просто за минуту он прошел ивент, купил хода и просто пооткрывал все эти карточки. 13 тысяч танкоинов на такой ивент он потратил. Сказать, что это мало я точно не могу, да, так как, ну, в целом 13 тысяч это выглядит довольно-таки, довольно-таки достойно, да. И в целом, ну, только игрок, у которого все есть, у которого есть безумно большое количество танкоинов, может себе позволить делать такие вещи. Ну, либо какой-то лютый донатер, да. В целом, что я могу сказать по карточкам и призам, да, и же если вот так посмотреть, это понятное дело, что все рандомно, но, как вы видите, две карточки, практически все, они находятся рядом с друг с другом. Ну, практически, да, то есть есть очень большая вероятность, то, что надо как раз-таки и тыркать довольно близкие позиции, но не все, кстати, не все карточки. Есть, которые прям разбросаны жестко. Но все равно это, может быть, для кого-то будет такая более полезная информация, и вы из этих картинок, может быть, какую-то закономерность найдете по прохождению. Что касаемо моего мнения, то, очевидно, 13 тысяч танкоинов за такой ивент тратить, это супер жестко, да, это надо быть либо лютым донатером, либо игроком, который получает большое количество танкоинов, там, ну, я не знаю, там, помощник может или еще кто-то, да, кто имеет возможности получения таких ресурсов. И для него это не является каким-то там большим значением для траты в таком ивенте. Ну, а я на супербюджетном думаю, что смогу пройти этот ивент, получить скиночки, получить дополнительные призы в виде боевых пропусков, примочки и всего, чего тут только у нас есть. Понятное дело, что хотелось бы лично мне до тех же, например, припасов доходить самыми-самыми последними, да, и может быть, ну, чтобы там не акцентировать на них внимание, и чтобы вообще понимать, какие карточки лучше здесь брать и какие лучше бы подходили. Так, а, кстати, у меня, у меня новая карточка не появилась, да, новая карточка, я так понимаю, появляется после того, как ты выполняешь старую или как? Или как это работает? Или у меня просто карточка сгорела? Интересно. Либо она сгорела, либо я ее просто получу после того, как пройду ход. Ну, в общем и целом, моя ситуация пока что в этом ивенте не меняется, у меня вот плюс-минус так, и в целом, ничего такого сверхсложного в прохождении этого ивента для себя я на сегодняшний момент времени не вижу. Думаю, что нам удастся забрать эти все призы, при том, что уже какое-то определенное понимание есть, какие-то карточки открыты, и можно будет уже найти другие интересные призы в рамках этого ивента. Пишите, что вы думаете по поводу траты такого большого количества танкоинов, смогли ли вы бы вы потратить 14, ой, вернее, 13 тысяч танкоинов, около 13 тысяч танкоинов на такой ивент без никаких кристаллов и пройти его, если бы у вас, конечно, была такая возможность, но, может, вы и сами его прошли, да, поэтому напишите, что вы думаете по этому поводу. Поддержите данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!